Новые природоохранные территории, мониторинг экологической обстановки на месторождениях, очистка берегов Печоры от металлолома в Ненецком округе подводят итоги года экологии. Несмотря на положительные изменения, такие как создание нового заказника в Ашуткинске, открытие пункта по утилизации ртуцодержащих ламп, вывоз старых судов с берегов Печоры, экологические проблемы в регионе остаются. Катюкартинская курья Оставшиеся 18 сплав средств планируется вывезти с берегов Печоры до 2019 года. Начата экологическая уборка на Колгуеве и Вамдерме. Частное предприятие КТА «Лес» на собственные средства вывозило металлолом с арктических территорий. Только в Вамдерме площадь загрязнения составляет порядка 100 тысяч гектар. Объём накопленного ущерба – 110 тысяч тонн металлолома. Как считают активисты Общероссийского народного фронта, своими силами Ненецкому округу не справиться. Необходимо привлекать федеральные средства. Если посмотреть на карту Слава, которая на сегодняшний день сформирована, такая большая жирная красная точка, конечно же. Ну, там много точек, как бы есть. Карта уменьшается на сегодняшний день. Она расположена в посёлке Андерма, где есть и накопленный мусор, и брошенные объекты Министерства обороны, и гидромета. И мы прекрасно понимаем, что это необходимо убирать. Это наша главная задача. Мы будем добиваться, чтобы этот мусор был убран. Не только в Андерме, но и везде в Ненецком округе. А следующий год мы планируем посвятить вопросам, связанные с инвентаризацией ущерба на территории Ненецкого округа, потому что вот даже за год работы нашего проекта мы сегодня прекрасно понимаем, что ещё не весь мусор у нас посчитан. Благодаря проекту ОНФ «Карта свалок» удалось понять, какие территории в Ненецком округе наиболее загрязнены. Жители региона активно отмечали на карте места, где незаконно размещен мусор. Стихийные свалки в лесу, как говорят в Управлении природных ресурсов, возникают из-за нежелания везти мусор на полигон. Для сбыта отходов необходимо заключить договор, заплатить и иметь паспорт на опасные категории мусора. Если мусор на свалку всё-таки попал, то там он будет находиться тоже незаконно. Свалка не имеет статуса полигона для твёрдых бытовых отходов. Вышли с иноциативой Минприроды на получение субсидий для рекультивации существующей свалки. Минприроды нашу заявку приняли, поддержали и уже были готовы в 2018 году выделять деньги. Но в связи с тем, что вопрос со строительством так и не решён, нам пришлось эти сроки передвинуть. Мы передвинули их на 2019-2020 годы, но мы в этом не уверены, что они окончательные. Проблема со свалками остаётся нерешённой не только на территории города. В поселениях, согласно новому законодательству, утилизацией мусора должен заниматься региональный оператор. На сегодня он не определён, поэтому полномочия лежат на собственнике земельного участка, то есть муниципалитете. Мы предлагали о том, что механизм всё-таки оставить такой, что мы предоставляем субсидии муниципальным образованием, да, и в рамках, допустим, того же благоустройства или в рамках участия в сборе ТКО, о чём, кстати, субъективная практика последняя показывает, что на муниципальное образование возлагается обязанность по уборке таких несанкционированных свалок. Решение одной из главных экологических проблем переносится на следующий год. В 2018 году профильный департамент планирует разработать проектно-сметную документацию по рекультивации свалки в посёлке Искателей. Будет продолжена очистка от стихийных свалок, отмеченных на карте ОНФ, и берегов Печёры. Кроме того, с Односулы предстоит достать два грузовика с химреагентами, затонувшими весной этого года. Север.